Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и я хочу рассказать о своих впечатлениях от аддона к игре XCOM 2 под названием War of the Chosen, то бишь Война Избранного. Вау! В общем, во-первых, хочу просто заречься на будущее, чтобы вы мне постоянно тыкали в это видео и прочее, прочее, прочее. С этого дня я буду сразу автоматически не рекомендовать любые оригинальные игры Firaxis, только после выхода аддонов к ним. Ну, просто потому что они уже задолбали, откровенно говоря. По-хорошему, вот начиная с Beyond Earth, они игру допиливают только в дополнении, потому что оригинальные версии всегда ощущаются какими-то недоделками. Кстати, в отношении XCOM 2 это всё-таки не особо было заметно, но тем не менее, вот играя в War of the Chosen, совершенно другое впечатление от игры. Я уверен, что когда выйдет большое дополнение к шестой циве, оно тоже очень сильно преобразится. Так что я сразу в начале видео скажу, да, я несомненно рекомендую этот аддон, это дополнение, и благодаря ему XCOM 2 становится, по-моему, офигенной игрой. В ней, конечно, остались многие недостатки предшественницы, но играть в неё точно становится интересно и захватывающе. А дальше давайте подробности. Во-первых, это действительно дополнение, то есть это не новая игра какая-то, не продолжение истории XCOM 2, а именно добавление новых тактик, героев, соперников в основную конву. Но ощущается это как новая игра абсолютно, просто потому что старый сюжет только изредка теперь проглядывает, и ты такой, а, точно, точно, вот это вот было во втором XCOM, да-да-да. Поэтому ощущение от дополнения War of the Chosen как от новой игры, действительно. По механикам, естественно, это всё тот же XCOM от Firaxis, но возможностей и всяких развлечений тут добавилось очень много. И ты не скучаешь, тебя постоянно игра развлекает. А работа художников и, хочется сказать, сценаристов, но в данном случае я имею в виду не тех сценаристов, которые общий сюжет придумали, а тех, что создают миссии внутри игры. Вот вообще всяческих похвал заслуживает, потому что игра стала ещё более кинематографичной. То есть там происходят такие всякие нападения зомби, нападения тех же избранных. Это, кстати, не вы, а ваши соперники. Они вот называются избранными. Кстати, я не очень понимаю, почему это дополнение называется именно в единственном числе. Война избранного. War of the Chosen, а не избранных. Потому что их тут три. Ну, ладно, видимо, потому что должен из них остаться кто-то один, видимо, поэтому. Так вот, во время миссии это всё настолько красочно, это захватывающе, это, пожалуй, самая офигенно выглядящая пошаговая стратегия на данный момент. Я говорю даже не про качество графики, всё-таки здесь используется несколько устаревший движок от Unreal Engine. На данный момент он вроде как уже не может считаться новым. А вот постановочные виды, действия вашей команды, как это показывается с разных камер, как толпы зомби на вас нападают. Сами зомби, кстати, по-моему, в XCOM 2, War of the Chosen, самые лучшие изображения зомби вообще за всю историю компьютерных игр. Вот они прям действительно, вот ощущение их такого, как будто они истлели, что ли. Новых локаций куча добавлено. За что я вам говорю, когда вышел аддон, скачалось дополнительно 30 гигабайт к изначальному размеру игры. Это, по-моему, даже больше, чем сама оригинальная игра, представляете? Ну, конечно, в основном больший объём занимают текстуры, но вот именно их очень много. Тут много новых локаций. Они выглядят по-разному. Это всё, ну, визуально в Firaxis работают классные ребята, просто без всяких сомнений. В XCOM 2, War of the Chosen, просто их лучшая работа на данный момент, по-моему. Даже если вы не собираетесь в XCOM 2 играть, посмотрите где-нибудь стримы чьи-нибудь. Ну, я два стрима провёл. Просто посмотрите, как там происходят бои, как это всё выглядит. И я, конечно, ещё претензии высказывал по поводу того, что зачем-то во второй XCOM вставили возможность делать селфи бойцов. Имейте в виду. Причём они по любому поводу это делают. Получили уровень, селфи. Закончили миссию, селфи. Умерли даже, селфи всё равно. Но оно как-то в тему и прикольно. Я не знаю, то ли я уже деградировал окончательно, что ли. Но мне эти селфи как-то прикольно... Оно не напрягает. Оно так... Ну, хочется сделать, сделай. Там ещё прикольные надписи всякие идут при этом. Всё это как-то в тему. Немножко конкретики по нововведениям. Во-первых, добавили три новых класса, как бы. Но дело в том, что вы всё равно не сможете много бойцов этих классов заиметь. Вставлено в сюжет это так, что кроме вас, что логично, есть ещё и другие бойцы сопротивления со своими тараканами в голове. Хромовники, которые на псионику немного завязаны. Жнецы, которые про скрытность. И ещё одни, забыл, как они называются. Эти больше именно что на войну. В общем, обычных три архетипа любой ролевой игры. Вор, маг и воин. Собственно, и три новых босса, те самые избранные, это те же самые архетипы. Вор, маг и воин. И соприкасаясь с ними, вы это довольно быстро поймёте. Одни. Один избранный любит втихаря подобраться, ударить из-под тяжка, свалить. Другой там зомби всяких поднимает. Но при этом эти самые избранные точно так же прокачиваются, как и ваши бойцы. И вам этот прогресс показывается. Они, кстати, рандомом получают разные свойства и разные возможности. Ну, рандомом имеется в виду, конечно, у каждого избранного свои особенности. Но рандомом, имею в виду, что от каждого уровня они могут быть разные. Эти самые избранные могут вторгнуться в некоторые миссии на своей территории, чтобы вам помешать. И тут сразу начинаются большие проблемы. С другой стороны, существуют отдельные тайные операции, на которые вы отправляете своих бойцов. То есть эти операции происходят как бы без вашего участия. Вы просто туда отправляете бойца. Не одного, прошу прощения, нескольких. Причём можно увеличивать их количество, чтобы снизить риск попадания в засаду, снизить риск ранения. И там, как бы без вашего участия, эти бойцы могут либо получить дополнительные материалы, либо обнаружить местонахождение какого-нибудь избранного. И тогда уже вы организовываете настоящую экспедицию, чтобы его убить. Потому что во время миссии, когда вы убиваете избранного, во время той миссии, в которую он вторгся, на самом деле это вы просто его отгоняете от себя. Появилась, наконец-то, усталость у бойцов XCOM. Аллилуйя. Потребовалось аж две игры и два дополнения. То есть теперь вы не сможете прокачивать одних и тех же ребят, постоянно отправляя их в миссии без ранений. Даже если они заканчивают полностью целыми, у них всё равно появляется усталость. Если вы их отправите на миссию при усталости, они будут более склонны впадать в панику, могут долго оружие перезаряжать. В общем, лучше с усталостью ребят на миссии не отправлять, а отправить их в бар, чтобы они там друг с другом познакомились. Тут, кстати, ещё одно новое введение. Они могут получать бонусы за то, что вместе что-то делают, и у них образуется такая дружеская взаимосвязь, а иногда даже и недружеская. И благодаря этому, опять же, у этих двух бойцов, у которых есть взаимосвязь, у них есть возможность что-то сделать лучшее во время миссии. Например, один другому передаёт ход, и тот другой боец будет больше раз ходить или использовать оружие. То есть новые-новые тактические возможности во время битвы. Наконец-то игру оптимизировали, потому что оригинальный второй XCOM тормозил безбожно на любых системах, и очень многие жаловались на оптимизацию игры. А Дону, наконец-то, её допилили. Я, правда, не считаю, что это можно Фераксис в плюс записывать, потому что всё-таки надо это быстрее делать, но, тем не менее, они сделали. Естественно, добавлены новые постройки на корабль, потому что надо с новыми силами и с новыми возможностями против избранных бороться. И постройка для секретных операций появилась, где вы эти самые операции планируете. В общем, везде много всего добавлено. Давайте всё-таки по минусам пройдусь. Во-первых, я думаю, этот самый главный минус, который отпугнёт многих, дополнение стоит довольно дорого. Но это вообще уже стало традицией для игр Фераксис, что они продаются дорого. Даже дополнение. И в наших Палестинах War of the Chosen стоит 1349 рублей. Несчастным американцам его продают за 40 долларов, а европейцам за 40 евро. Если принять во внимание, что дополнение без оригинальной игры не работает, а оригинальная игра сейчас стоит 1700 рублей, то как минимум 3100 рублей вам придётся выложить. А несчастным бедным американцам все 100. Так, на минуточку. Следующая претензия, лично от меня, это никак, правда, не сказывается на качестве игры, но для меня это довольно важно. По-моему, второй XCOM с этим дополнением... Да вообще, серия XCOM перестала быть про инопланетян. Она превратилась в какую-то фэнтези, если хотите, по-хорошему. Мы за каких-то эльфов против каких-то орков, которых послала всевидящее Око Саурона из Эзенгарда, блин. Вот реально пропал этот дух sci-fi, научной фантастики. И нету ощущения инопланетного вторжения, что мы против инопланетян боремся. Я уже молчу о том, что эти избранные постоянно почему-то вмешиваются в наш радиоэфир и постоянно толкают какие-то пафосные речи о том, какие они классные, какие мы убогие. Ну, это, знаете, так на уровне класса 7-8 старшей школы было бы, наверное, прикольно. А для взрослых дядек это все смотреть несколько странно. Знаете, ваш соперник почему-то постоянно с вами по скайпу связывается, да, и трындит вам, какой он офигенный и какое вы ничтожество. Они это настолько часто делают, что просто, ну, достали. И вообще тут постоянно кто-то что-то о чем-то говорит вам. В верхнем правом углу появляется портретик, и они как начинают трындеть вам все, объясняя что-то там. Или, наоборот, тревожащись о ситуации в мире. Господи, дайте вы уже поиграть спокойно. Третье, ну, это то, что меня всегда уже вырубает в тактиках, да, и стратегиях фераксис. Это, в принципе-то, отсутствие вменяемого искусственного интеллекта. И в XCOM это все заменено таймерами. То есть, когда вы должны там за пять ходов прибежать и что-то взорвать обязательно, а пока вы бежите, вы тревожите всех инопланетян в округе, которые ходят, можно сказать, два раза, потому что видят вас, они ходят первый раз, а потом, когда начинается их второй ход, они опять ходят. Я понимаю, зачем эти миссии с таймером феракси сделали. Вообще у них в основном миссии заключаются в том, что ты просто не знаешь, что произойдет. Они расставляют такие ловушки по всему уровню, в которых ты попадаешь. И если ты этот уровень изучил и знаешь, где будут пачки инопланетян и что тебя ждет, то он уже проходится довольно просто. То есть, искусственного интеллекта здесь по-хорошему нет. Поэтому, видимо, надо играть с режимом железная воля, когда ты не можешь сейвы грузить. Но тут наступает вторая фигня от создателей XCOM. Это когда у тебя 97% возможности попасть, а ты промахиваешься. Так вот, я проанализировал всю эту штуку, потому что там люди мне в комментариях пишут, что они высчитывали, что и нормально работает эта система в процентном отношении, а кто-то говорит, что ненормально. Я понял, что тут не в процентах попадания проблема, не в этом, а в том, что после этого попадания практически всегда ваши бойцы умирают. Вот в чем дело. Я подумал, почему меня, например, та же самая система не раздражает в Darkest Dungeon, почему она меня не раздражает в Battle Brothers. Да просто потому, что то, что вы промахнетесь при 90%, не означает практически автоматического, что ваш боец умрет. Здесь в XCOM проблема в том, что ваши бойцы слишком смертны. Просто с первого попадания, и даже когда они прокачиваются, может там уже к концу только игры, в последней третьей игры у вас такая броня, которая позволяет несколько попаданий выдержать. Здесь же, видимо, Фераксис решили, что долгая перестрелка убирает динамичность в игре. Но она во многом и раздражает игрока. Ну, сделайте вы так, чтобы мой боец хотя бы с двух выстрелов умирал, а не с одного. У нас, получается, застали бойца на открытой местности, это автоматический труп. Прибежал к нему копейщик Адвента, автоматический труп. Даже на высоком уровне сложности, если ты стоишь в полуобороне, не полная оборона, а полуоборона, это уже практически сразу труп. Не делай это. Позвольте человеку хотя бы один раз ошибиться. Поставил неправильно солдата, окей, в него попали, он получил ранение. Но дайте игроку возможность исправить эту ошибку, спрятать игрока где-то, отсидеться, что-то попробовать. Да, будут миссии проходить дольше. Но, может, я чего-то не понимаю? Мне кажется, вот эти постоянные большие потери, это скорее раздражает, чем делает игру динамичной. В Darkest Dungeon ты не потеряешь весь свой отряд с одного удара. Ты постепенно там наращиваешь стресс, постепенно наращиваешь раны. И когда ты теряешь отряд, ты понимаешь, в чем твоя ошибка. Да, вот здесь я был неправ на протяжении всего прохождения подземелья. Здесь же, в XCOM 2, сразу одна ошибка наказывает тебя без варианта. Тем не менее, дополнение отличное, удивительное. Я, честно говоря, очень скептически был к нему настроен, честно вам скажу. Но, по ощущениям, Firaxis поработали на славу. То есть, War of the Chosen я рекомендую без вопросов. Единственное, что, по-моему, так должна была выглядеть оригинальная игра. Но в нынешнем мире все хотят кучу денег, хотят продать сначала недоделку один раз, потом доделку второй раз. К сожалению, нам приходится это терпеть. На этом все. Спасибо, что досмотрели до конца. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца. Видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.